Добрый день, дорогие друзья! И я хотел бы поговорить о том, сколько вы будете зарабатывать в Австралии, чтобы избежать недоразумений и недопонимания со стороны тех людей, которые либо критикуют, либо просто не обладают информацией. С вами канал Одна Австралия, и я Александр Петров. В первую очередь я говорю о ребятах, которые приезжают сюда, вот просто приехал и все там, непонятно на какой визе. У этих ребят зарплата будет от 20 до 25 долларов в час. Те ребят, которые приезжают по студенческим визам, они обычно имеют где-то от 30 до 35 долларов в раду. Есть, конечно, кто работает и за 40, и за 45 долларов, кто-то 50 долларов. Через некоторое время люди выходят на уровень 35-75 долларов в час. Но, опять-таки, я не хотел бы, чтобы люди работали на таких тяжелых работах на настройке. Вот, кстати, прикупил коричневый рис по 9 долларов за 5 килограммов. Коричневый рис – это хорошая вещь. И вы можете позволить себе любой рис, но просто коричневый рис из всех рисов. Наверное, даже, кстати, самая дешевая крупа. И с другой стороны, браун-райс – это полезная вещь, в отличие, предположим, от белого риса. Но это, оставим все это для людей, которые мало работают. Те, которые работают много, знаете, по-моему, они могут просто сахар есть, и все равно им ничего не будет, особенно если брать молодых людей. Только голова будет работать хорошо. Что касается нынешнего периода, мы, конечно, переходим от периода, когда люди работали на стройке, на то, чтобы люди работали по своей специальности. Кстати, из тех ребят, которые приезжают, достаточно много ребят, которые реально являются строителями. Поэтому для них это совершенно не чуждо. И вот за последнее время 5-6 человек приехало, которые профессиональные строители, либо строители, либо так называемые трейдис, ну, тупо маляры, гипсокартончики, в меньшей степени плотники там, у нас сантехники, электрики есть. Поэтому наша задача будет сейчас, и мы ее достаточно успешно выполняем, чтобы они по этой специальности работали. Проблема вот в чем. Дело в том, что не только в зарплате это дело. Дело в иммиграции. Есть профессии, которые, ну, скажем так, зарабатываешь-то ты много, и не сказать, чтобы ты там перерабатывал. Что-то я не видел, чтобы кто-то особенно в Австралии перерабатывал. Но нет иммиграционной составляющей. Допустим, плотник, работа где-то 35-45 долларов час ты получаешь. А работы много, и через некоторое время ты получаешь иммиграцию. Поэтому более предпочтительная, чем та, которой ты, может быть, обладаешь, и которая, ну, есть наличие, даже лучше оплачивается. Но надо же думать о иммиграции здесь, и здесь, и здесь. Разговор о том, по какой визе иммигрировать, какая-то спонсорство 186-я или 182-я, которая не является спонсором, просто рабочая виза, и не ведет, кстати, к иммиграции. Здесь вообще очень долго можно разговаривать, но, опять-таки, это не тема для нынешнего ролика. Это, скажем так, кое-что другое. Вот. Товарищ местный. Весь в кольцах, татуировках, пропахшихся дымом и неухоженный на вид. Но еще мы приедем, мы облагородим их всех, да. Тем более у нас вот есть такие красивые азиаточки ходят, улыбаются. Идет им, в общем-то, иногда быть в масочке. Не видно, улыбается она или нет. Еще бы очки одела, так что даже не видно, куда смотрят. Думаешь, что на тебя. Сучу. Итак, возвращаемся к вашим заработкам. Хорошая идея у нас проскочила с Костей. Костя, который вашему брату здорово помогает, а это просто мой друг. Просто друг и все. Вот. И Костя уже помог некоторым ребятам с России, с Украины. Вот. Соответственно, он говорит, что компьютерщики и управленцы, менеджеры они должны работать по своей специальности. Просто надо создать им визовые условия, чтобы у них была виза и разрешение на работу full-time. Сейчас у всех есть, но это, скажем так, лавочки все равно закончатся рано или поздно. И надо будет с визами определяться, на каком можно работать full-time. И необходимые хорошие резюме, связи, хорошие навыки, знания английского языка. Вот все это вместе мы и делаем. И все это вместе позволит нам делать для ребят сказку. Делать были, да, правильно? Мы рождены, чтобы сказку сделать были. Вот это вот мы и будем делать. В этом случае вы можете посмотреть на уровень зарплат. Там обычно годичный. Не забывайте, вот в таких зарплат достаточно хорошо вы платите налоги, но зато это позволяет вам брать кредиты и много чего другое. Вот. Уровень зарплат специалистов 120-150 тысяч. Ребята хорошие специалисты, менеджеры, инженеры, айтишники, опять-таки. Люди наборовых работающие инженерами, администраторами, менеджерами. Зарабатывают и более 200-250 до 500 тысяч долларов. Поэтому это серьезные зарплаты. И наша задача как раз выходить на то, чтобы люди еще дома понимали, что надо работать по специальности, ее надо получать, надо по ней работать. И, соответственно, приезжая сюда, просто для хорошего профессионала всегда найдется возможность для хорошей работы. А если такая работа будет, будет у вас и эмиграция, будет у вас и свое собственное жилье, хоть все дни, неважно, вы спокойно это дело осилите. Будет у вас хорошая и крепкая семья. Ну, кто же брось мужик, кто такие зарплаты. Да, в общем-то, и жену тоже. Будет у вас большое уважение к себе. И будет у вас уважение со стороны других людей. И характер у вас будет лучше, потому что... О чем вам волноваться с такой зарплатой, с таким, скажем так, положением в обществе? Вот к чему приводит хороший уровень жизни и хорошие заработки. И вот эта вот, опять-таки, высокая самооценка своя приводит к счастью, к пониманию того, что вы сделали правильный выбор. Выбор в пользу Австралии. И в пользу, кстати, вашего покорного слуга, слуги и его системы, которую мы назвали в свое время «Одна Австралия». И я желаю вам присоединиться к нашей системе. Вы не пожалеете. Спасибо. 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 Спасибо.